Дорогие мои друзья, я вас приветствую! Вы на канале Вязание Я, меня зовут Юлия. Скажут, ну наконец-то появилась в вязальном видео, друзья, знаю, 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 задержалась. Очень много возникло бытовых вопросов, которые нужно было решать, и у меня просто не было возможности снять видео. Освобождалась я ближе к вечеру, думаю, ну завтра с утра вот точно. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Завтра опять с нежным комом, думаю, ну все, пойду вечером снимать. Нет, ну вечером вообще плохо будет видно, потому что искусственное освещение, думаю, нет, так дело не пойдет. Ну все, сегодня я все бросила, друзья, и прибежала к вам. Значит, сегодня на повестке дня у нас две готовые работы, я думаю, вы поняли по названию видео, и покажу вам начало моего нового проекта. Вообще внепланового, вообще случайного, я сама не понимаю, как все это произошло. Я смотрю сейчас, друзья, на свое окно и прихожу в ужас, оно у меня улеплено, москитная сетка, просто улеплено какой-то мелкой мошкой. Я представляю, что делается на улице, сегодня я там еще не была, и у нас, кстати, очень пасмурно. Ладно, не будем о погоде, будем о вязании, о погоде поговорим во влогах, да? Значит так, сегодня я к вам со своим голым поло, со своим поло «Снежная королева», но в первую очередь я хочу вам напомнить о конкурсе, который я объявила, конкурсе готовых работ по мастер-классу пола Фрея. Почему я говорю поло Фрея? Потому что два пола, которые я покажу вам сегодня, связаны по моему собственному мастер-классу, который называется поло Фрея. Они абсолютно идентичны во всем. Единственное исключение замена пряжи, меняется пряжа, меняется плотность, расчеты, конечно же, разные на все три изделия, но суть одна и та же конструктивные элементы, все соблюдены, мерки все соблюдены. Единственное поло «Серебро» я сделала чуть-чуть поуже, чем остальные. Вот поло «Голое», оно наоборот посвободнее. В общем, я играла с свободой облегания, все остальное вообще один в один. Итак, я напоминаю условия конкурса. От вас связать изделие и прислать до 31 октября в личные сообщения. Друзья, желательно в контакт, потому что оттуда мне будет проще всех найти. Присылайте, пожалуйста, фотографии ваших готовых работ пола по моему мастер-классу. Должны быть соблюдены все конструктивные элементы этого изделия, точно так же, как у меня в мастер-классе. Фотографии должны быть либо на манекене, либо на человеке. Хотите не показывать лицо, отвернитесь, закройте, в конце концов, без головы, но на фигуре. Не на вешалочке, не на коврике, не на диванчике, а именно на фигуре. До 31 октября. Значит, присылаете фотографию. Я так понимаю, что участников у нас будет много. Один приз 100% гарантирован, но в зависимости от того, сколько человек у вас будет, я буду выбирать победителей. Может быть, будет два, может быть, будет три. Не знаю, но приз будет абсолютно точно. И пишите, пожалуйста, фамилию, имя и город под фотографией. Хорошо, чтобы я потом смогла вас найти в переписке. Ну и я думаю, что... Я, конечно, я не знаю, я правда не знаю, всегда делать выбор сложно очень, потому что мои зрители, которые вяжут по моим мастер-классам, всегда радуют меня своими изделиями. Это по этому мастер-классу может быть связано. Не обязательно по, как с длинным рукавом, в моем прочтении. Это может быть футболка, это может быть изделие на ребенка, это может быть изделие на мужчину. Туда могут быть встроены узоры, это может быть платье. Все, что вам заблагорассудится. Главное, меня интересует портретная зона вся. Вот это меня очень интересует. Ну и я думаю, что 31 числа я закрываю прием фотографий. И до 10 ноября мы с вами уже определим победителя. Пожалуйста, в ВК все ссылочки на меня есть под этим видео. Ну что, поехали. Поло номер один, которое я назвала «Мое голое поло». Почему голое поло? Ну, как всегда, начинаются. Начинаются какие-то звонки. Стоит начать снимать. Сейчас я отключу звук, друзья. Иначе нам с вами побеседовать по-человечьей не дадут. Значит, почему голое? Потому что она связана из кидмахера на шелке. Вот она моя красота. Конечно, все фотографии вы увидите на мне обязательно. Причем, я сфотографировала их давно. У меня просто не было времени отснять сам видеообзор. Значит, из чего вязала? Это махер. Кидмахер на шелке. Лана гатта. Силк махер. 25 грамм, 212 метров. Спицы номер 5 в одну нить. И расход 4 мотка. Вот чуть-чуть, абсолютно капелька у меня ушла от 5 мотка. Но если вязать на меньший размер, например, и, допустим, не делать разрезы, я вам сейчас все вблизи покажу, возможно, уложиться и в 4 мотка. То есть и длина зависит, и рост человека зависит. То есть в 4 поместиться можно. Но я поместилась в 4 с небольшим. Так, по конструктивным элементам. Говорю один раз, а второе поло, которое я вам представлю, оно будет идентично. Значит, что здесь? Здесь у нас двухслойный воротник. Я специально его поставила. Он прекрасно держит форму, несмотря на то, что он связан из кидмахера. Значит, сорочечный воротник. Двухслойный. С ростком в обязательном порядке. Техника вязания нулевой реглан. Вывязана росток, вытачка, углубление горловины по спинке. Вывязан вырез пола, сформирован двумя этапами. Вывязывается горловина, потом формируется вырез пола. Росток, вытачка сказала. Здесь, в этом изделии, я дополнила его разрезами. В Афрее, пол Афрее, там разрезов нет. Но с разрезами мне нравится очень сильно. Показываю вам вблизи, во всей своей красе. Друзья, изделие получилось бомбическое. Я думаю, что может быть, даже я свяжу еще одно, только в другом цвете. Я специально не надела сейчас на манекен красную маечку под низ, чтобы вы видели просвечиваемость изделия. Чтобы вы видели, насколько оно воздушное, насколько оно приятное. Камера очень не любит красный цвет. Фотографировать сложно. Показывать сложно. Потому что все время идут какие-то блики, засвечивания и так далее. Но, вот именно специально поэтому я, чтобы показать вам всю прозрачность, воздушность, невесомость этого изделия. Ну, по сути, оно весит 100 там с капелькой. 100 грамм с капелькой вообще там, ну, не знаю, может 105 грамм оно весит, где-то так, не больше. Вот. Значит, на себя, конечно же, я ношу с маечкой в тон. Потрясающе получилось. Смотрите, здесь, значит, разновеликие края идут. Спинка у меня длиннее, чем перед. Идет шлица. И разрезы у меня также двухслойные. Они связаны у меня полой резинкой. Низь обработан у меня также полой резинкой. Рукава также обработаны полой резинкой. Изделие свободное. Смотрим по спинке. Воротник вам показываю близенько. Отвернем воротник. Оно и так, и так смотрится потрясающе. Показываю, что я не обманываю, что это нулевой реглан. Точка ноль. Одна регланная линия и вторая регланная. И вторая регланная линия. Внутри, между регланными линиями, нет ничего. Нулевой реглан. Воротник просто обалденный. Мне очень нравится. Вы знаете, я больше всего, когда вязала, я больше всего переживала, именно будет ли воротник держать форму. Он идеально держит форму. Все отлично, все прекрасно. Вырез пола сформирован. У меня также здесь вырезана полая резинка. Смотрится классно, здоровски. По спинке, по переду. Вы, конечно, увидите все фотографии. В обязательном порядке. И я вам скажу, знаете, его можно носить совсем. Я вам представлю его с классическими брюками. Но его и с юбкой будет классно. Если, допустим, кожзам или кожа, и с юбкой будет смотреться здоровски. И обувь можно варьировать. Я представлю вам на каблуке. Можно и кроссовки, и даже кеды. И образ можно обыгрывать. Классно, конечно. Мне очень понравилась эта идея. Я надеюсь, что я еще себе свяжу. Но если бы я вязала или в каком-нибудь дымчатом цвете, или в черном. У меня что-то последнее время на черное. Черное и красное. Черное и красное. Вот у моего сына, у старшего только черное. У младшего, у моего черное и красное. Черное, как мама. Других цветов как будто не существует. Я сейчас переодеваю манекен. И мы смотрим с вами второе поло. Второе поло. Снежная королева. Друзья, я всячески пыталась отфотографировать. Я пыталась, чтобы камера уловила в процессе съемки. Выходила и на солнце, и в тень. Что я хотела вам показать? Конечно же, вот эти вот серебряные шишибрики. Вот вблизи еще как-то, как-то на катушке оно показывает. Это невероятная красота. Здесь, я так понимаю, на полиамиде люрик с серебряными шишибриками. Очень переживала, что они будут колоть к телу, потому что в бобинке они мало приятные. Но нет, все прекрасно. Значит, из чего вязала? У меня был вот такой меринос. Полторы тысячи метров на сто грамм. Я взяла две ниточки. Одну ниточку я добавила кидмахера на шелке. Кутнор. Мне эта пряжа не понравилась. Тактильно она приятная, но мотки все бракованы. На затяжках, с порывами, с разрывами, с узлами, с разрезами. Все мотки, которые у меня были в работе, все абсолютно были бракованы. Никому не посоветую эту пряжу. Но тактильно она хороша. Здесь также 212 метров 25 грамм. То есть, стандарт идет итальянская якобы пряжа. Ну, вот так. Плохо. Я не люблю отзываться плохо, но я говорю всегда честно. И одна ниточка вот этих вот шишибриков. Полотно получилось потрясающе. Невероятной красоты, друзья. Ну, вот камера, паразитка, ну, никак не хочет показывать эти шишибрики. Ну, никак она не хочет показывать, почему я ее назвала снежная королева. Я вообще к голубому цвету отношусь очень скептически. Я его не люблю. Я знаю, что он мне идет. Но я его не люблю, не знаю почему, причем не люблю с детства. Равно как и розовый цвет. Ну, вот знаете, пряжа потрясающая. Я не скажу вам расход на это изделие никакой пряжи. Почему? Потому что изначально я вязала из этой пряжи кардиган. У меня было вывязано все тело, и оно было распущено. И я неестественно не помню, сколько чего там у меня было в намоте, в клубочках. Но из распущенной пряжи я ее не восстанавливала, то есть она у меня не проходила стирку, ничего. Я просто связала, поняла, что это, получается, неносибельное изделие. То есть я отказалась от этой идеи и распустила. И из распущенной пряжи я вязала. Поэтому по расходу я сказать ничего не могу. Оно, видите, оно не обладает никакой просвечиваемостью. И идет легкий-легенький-легенький меланж за счет того, что ниточки в одном тоне, точнее одного цвета, но разный подтон идет. И такой вот легенький-легенький меланж очень красиво играет. Оно такое пушистое, классное. Видите, какой пушок получается. Все вывязано абсолютно одинаково. Единственное, что здесь нет у меня разрезов. Разрезов нет по бокам. Вот. Воротник. Воротник в стоячем видео так буду показывать издалека, потому что не могу приблизить. Давайте попробую вот так вот издалека. Вот. Отворачиваем. Тоже очень хорошо держит форму. Оно такое прям, ну, классное получилось. И вот здесь свобода облегания у меня немножечко поменьше, чем в кидмахере. Кидмахер надо вязать свободным, потому что это все-таки воздушное изделие. Оно должно быть свободным. Вот. Вот такая вот красотень у меня связалась. Я думаю, что в этом году на поло надо остановиться, потому что для меня это самый носибельный предмет гардероба пола. Я его нашу. Я очень часто нашу поло. Потому что я много ношу джинсов, я много ношу брюки, я много ношу кроссовки. И мне реально очень удобно. И я вообще люблю вырез пола. Очень люблю. Связано аналогично. И вообще я поняла, что мне очень нравится вязать по собственным мастер-классам. Один раз разработала алгоритм, а потом просто подставляешь другие цифры, и все. Проблем никаких. И я вам признаюсь, я сегодня вам не покажу, но у меня уже начато во влоге мелькнуло, да, изделие, которое также я вяжу по своему собственному мастер-классу. Не снимаю ничего. Не вижу смысла снимать еще и еще и еще мастер-классы, когда есть алгоритм работы. В этот алгоритм можно встраивать и узоры, менять пряжу, можно делать все, что угодно, да, понимаешь, что ты делаешь, что зачем, и все, и голову морочить не надо. Красота какая. И от камеры отдыхаешь, вяжешь свое удовольствие и получаешь наслаждение. Вот, вот такое изделие у меня получилось, прекрасное, замечательное, я им очень довольна. Посмотрите сейчас фотографии, фотографии, видео, как это все смотрится на мне, после чего не отключайтесь, пожалуйста, я покажу вам начало своей новой работы, абсолютно внезапной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, я надеюсь, вам понравились мои изделия. Мне так хочется гладить все время этого красавчика. Кстати, на мне сакура, джемпер сакура. Давненько я его не надевала, не мелькала в кадре в нем. И брошь Евгения и Вороны. Это брошь Снегирь. Обалденная, очень классная, пушок. Это кролик, мех кролика, красавица, очень классная. Так, ну что, поехали. Значит... Горе не от ума. Изделие называется Горе не от ума. Короче, захотелось, друзья, мне резко три платья. Думаю, пойду выбирать пряжу. Одно из них я хотела связать черным ажуром. Второе, думаю, у меня... Я знаю, второе это точно. Но я не знаю, начну я его в ближайшее время или нет. Потому что изделия большие. Платье вязать это поболячим кардиган. И на него у меня будет шелк с подмотом кашемира. Это будет самое последнее. И мне просто дико захотелось связать платье с сетку. И в обязательном порядке крючком. Вот, понимаете, рука попросила крючок до такой степени, что я бросила все. Ну и, в общем, я села. Надо было снимать на камеру. Вот это вот я больше всего не люблю. Когда я начинаю... А это мне? Или это? Была бы одна пряжа, и проблем бы не было. А тут и это хочу, и это. А вот это, вот это. А может, вот это вот с этим? Короче, это чисто дурочка. В итоге я определилась, что я хочу платье с сетку черного цвета. Я покажу вам начало. Тут ничего сложного нет. Совершенно. Это у меня уже постиранная, отпаренная часть. Ой, ой. Ой, мамочка, мамочка. Ой, мамочка, мамочка. Сейчас. Слышки. Ну, самое-самое, что ни на есть, простейшее. Самое-самое-самое. И, значит, из чего вяжу? Сейчас я вам расскажу все. Мне нравится. Оно получается струящееся. Оно будет очень хорошо держать форму за счет своего состава. Оно классно играет. Представляете, черный чехол под низ и сетка. Это, ну, это будет круто. Никакого мастер-класса я не снимаю. Это будет простейшая модель. Я вяжу по кругу. Обратно-поворотным вязанием. Почему обратно-поворотным? Чтобы у меня линия... Где мне начало? Чтобы... Попробуй, найди, специально кончик оставила. Вот где-то здесь. Вот видите кончик. Видите? Кончик. Вот он. Чтобы хорошо было видно. Это начало. И вот чтобы у меня не сбивалась линия бокового шва. Видите, да? Вот я вам показываю. То есть она нигде не сбивается. Она идет ровно. А иногда можно угодить, когда вяжешь по кругу, линия соединения, да, линия начала ряда, она может уходить вбок. Вот чтобы этого не происходило, я вяжу по кругу обратно-поворотным вязанием. То есть один ряд провязывается у нас по лицевой стороне, второй ряд по изнаночной стороне. И помимо этого, когда будет разделение на перед и спинку, у нас тоже получается обратно-поворотное вязание. Чтобы не было разницы в столбиках, потому что с лицевой стороны столбик смотрится так, а с изнаночной так. Ну, крючка вяза меня понимают. Вот чтобы не было вот этого перехода обратно-поворотного вязания от кругового вязания, я вяжу туда-сюда. Значит, это будет свободное прямое платье. Ну, прямое, прямое как, друзья, я буду чуть-чуть его заужать, оно у меня будет слегка-слегка А-образного силуэта. Почему? Потому что я буду соблюдать для своей фигуры свободу облегания одинаковую в области груди и в области бедер. Если я взяла там 10 сантиметров, предположим, по бедрам, то 10 сантиметров у меня должно быть по груди, так как у меня есть разница в размерах, поэтому я чуть-чуть сделаю А-силуэт. Тогда это будет смотреться гармонично, а не так, что по бедрам будет отлично, а поверх у меня будет мешок. Я такое не люблю. Если фигуры позволяют, например, песочные часы, Т-образная фигура, тогда вообще класс, вяжись по прямой, не запаривайся. Ну, а когда имеется груша-фигура, то мы должны учитывать свои нюансы фигуры и сажать на себя. Вот, в общем, буду немножечко А-образным силуэтом делать. Это будет обычная щелевидная пройма, скорее всего. Скос плеча буду вывязывать. Круглая горловина планируется у меня. И спущенное плечо. Думаю, что-то я забыла сказать. Спущенное плечо. Короче, из чего вяжу? Тут мне недавно пришел подарок. Елена, вам привет большой от вас. Пряжа пехорка элитная. Многим известная. 415 метров в 50 граммах. Тоненькая. 100% шерсть. Видите? Черного цвета. Я когда наводила порядок на полках, в контейнерах, я наткнулась на нее, потому что я не могу в голове удержать все, что у меня есть. Это невозможно. У меня пряжи много. За какую-то забываешь, за какую-то вспоминаешь. И вот, короче говоря, я натыкаюсь на эту пряжу. У меня ее 5 мотков. Это 2100 метров. Ну, я реально понимаю, что в крючок мне не хватит. Сейчас я это 2 мотки. Я добавила сюда одну тоненькую нить. Это 100% обрешу. Это не меринос, друзья. 5% кашемир, 30 меринос, 30 вискоза, 35 полиамид, 1500 метров на 100 грамм. Это я вязала свою южную ночь, круглую кокетку с травкой. И у меня ажурные участки были связаны вот этой вот пряжей. И у меня вот осталось небольшое количество. Ну, как небольшое. Если подмот в одну нить, это прекрасное количество. Значит, одну ниточку добавила вот к этой пряже. Все мне нравится. Мне нравится все буквально, потому что это будет стабильное полотно. За счет того, что это 100% шерсть, никакого вытяжения на пятых точках не будет. Это миллион процентов. Равно как и хлопок. Ну, многие как считают, хлопок надел, присел, он оттянулся. Нет, друзья. Если он заблокирован, если он отпарен, никуда он не оттянется, ничего с ним не случится. Ну, естественно, из хлопка какие-нибудь платья, резинки вязать не следует. А если это какие-то там, я не знаю, ну, все что угодно. Только главное не в облипку и в обязательном порядке отпарить. И никуда ничего не вытягивается. У меня этих платьев была гора. Это был такой стимул худеть, вы знаете. Я когда их понавязала, у меня, ну, очень много было. И я вязала только крючком. Не только крючком, просто у меня был пик такой, когда я научилась вязать крючком. Я перевязала и Саманту Джованну Диас, и Монтора, и, в общем, кого я только не вязала. И у меня было много платьев. И тут я поправилась. Я родила славу. Я поправилась. Мне на нос ничего не налазит. Что делать? Это был отличный стимул похудеть на 17 килограмм. Я похудела. Очень долго удержала вес. Ну, а так как сейчас это не стимул уже этих платьев у меня в наличии даже нет. Я их всех отдала в добрые руки, потому что они не актуальны на данном этапе. Они были 44 размера, 44-46. Похудеть до этого состояния в таком возрасте даже и не хочу. Короче, уже не стимул. Но в то время это было стимулом отличным. Вот. И проверено. Они в основном все были хлопок. Хлопок с вискозой. Лен хлопок с вискозой. Смесовки. А также была шерсть. Сто процентная шерсть. И великолепно носится. И никуда ничего не вытягивается. Так вот. Думаю. Это два мотка. Я вывязала два мотка. Пехорки элитные. То есть, ну, я реально понимала, что мне не хватит ее. Думаю. А, это проблема, что ли. Это же не итальянская пряжа, да. Я дозакажу, какие вообще, какие вообще проблемы. Ну, и вчера закончила часов, наверное, сколько, в полдвенадцатого. Вот этот участок. Думаю. Дай сразу дозакажу. Я понимаю. Я посчитала, что здесь у меня 38 сантиметров длина. Мне нужно примерно 115. И я понимаю, что того, что у меня есть, мне одного мотка не хватает на корпус. Ну, и чуть больше одного мотка мне нужна на рукава, потому что платье будет с рукавом. И, короче, опачки. Я не знала, что эта пряжа снята с производства. Я полезла искать. Я ахнула. И вот горе не от ума, от слова совсем, а горе от собственной самонадеянности и великой глупости. Короче, я не знаю, как я буду выкручиваться из этой ситуации. Я нигде не нашла. Она есть на остатках в разных цветах, но в черном цвете ее нет. Сейчас есть пихорка элитная, идет 50 на 50 с акрилом. Я ее заказала на ВБ. Я возьму вот этот моток, я посмотрю на тот моток, потому что как бы характеристики, за исключением состава, идут. Ну, там 400 метров, а здесь 415. Но это мелочи. Если я увижу какой-то блеск акрила, конечно, я это все не буду брать. Я не знаю, я правда не знаю, как я буду выкручиваться из этой ситуации. Безвыходных ситуаций не бывает. Можно попробовать семеновскую лидию, там в 2-3 сложения, плюс вот этот вот бобинка. Во-первых, черных цветов столько же, сколько и белых, правда? А во-вторых, можно... Не знаю. Семеновскую сильвер можно посмотреть чистую шерсть в несколько сложений. Я не знаю, правда, как я буду выкручиваться. Друзья, одно меня радует, что весь основной практически корпус будет связан вот этой пряжей. Останется только кокетка и рукава. Точно не будет каких-то иных цветов. У меня есть еще такого светло... Вот, да, вот он у меня. Вот он рядом лежит, вот такой вот цвет. Ярко очень передает на камеру. На самом деле он гораздо светлее. Значит, других цветов я мешать сюда не буду. Я хочу черное платье, и все. В общем, я расстроилась, друзья. Под утро еле уснула. Как быть и что делать, даже прям вообще не знаю. Если, может быть, друзья, вы знаете, может быть, у кого-то в загажниках есть такая пряжа черного цвета, стопроцентная шерсть, я у вас куплю. Только напишите мне. Ради бога. Потому что нигде на остатках я не нашла. Обидненько. Оно вроде как дает в магазины, да, заходишь, нету. Заказ закрыт, лист ожидания и так далее, и так далее. А какой лист ожидания, если эта пряжа снята с производства. Ну, в общем, вот так вот я лоханулась. По-другому не скажешь. Ну что, мои хорошие, на сегодня достаточно. Мы обязательно скоро с вами встретимся, потому что у меня есть еще одно готовое изделие. У меня есть шикарный мой полосатый кашемировый вообще проект. Вообще замечательный, я им очень довольна. У меня есть еще начало нового проекта. Да, в общем, да и поболтать. Почему бы нам не поболтать с вами, да? Просто так. В общем, друзья, я была рада встрече с вами. Какие мысли появляются у вас, если вы знаете, как выкрутиться из этой ситуации. Я буду вам безмерно благодарна. Ну, жалко труд. Дело в том, что вот это вот я вязала 4 дня. Вот этот участок. Нет, не обманывай, не 4, 3. 3 дня я вызовала этот участок. Крючок 2,5. Здесь, кстати, тоже спицы номер 5. И просто жалко своего труда. И прямо вот когда загорелся, уже видишь готовую работу, уже обыграл, стилизовал ее на себе. Обидно. Ладно, друзья. Будем выуживаться, выкручиваться как-нибудь, да? Безвыходных ситуаций не бывает. Из любой ситуации есть два выхода. Один правильный, один нет. Ладно, мои хорошие. Все. Всем пока. До скорых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok